На этой неделе заболеваемость увеличилась на 50% как среди взрослых, так и детей. Как отметила главврач, обращаемость среди детского населения пошла на спад, но все равно остается высокой. По-взрослому, наоборот, видимо, еще не достигла своего пика. На сегодняшнее утро у нас порядка 600 вызовов, при этом 300 с лишним – это взрослые, остальное чуть меньше дети, то есть по-взрослым больше. В поликлиниках работают кабинеты в красных зонах, как по-взрослому, так и по детскому населению, а также неотложная помощь в зеленых. Прием ведется только по предварительной записи, отметила Елена Тоцкая. Сформированы 10 выездных бригад, 6 взрослых и 4 детских. Также окажут помощь волонтеры и практиканты из медицинского колледжа. Мы включили договор с такси для того, чтобы обеспечивать более эффективную работу врачей на выездах. До Туго частично врачи обслуживали пешком вызовы. В будние дни поликлиники работают с 8 утра до 8 вечера. В выходные – с 9 утра до 15.00. Колл-центр работает с 8 утра до 8 вечера. Но берчане обеспокоены, что не могут получить помощь своевременно, поскольку дозвониться в колл-центр больницы просто невозможно. Как отметила Елена Тоцкая, вызовы, которые поступают по телефону 122, передаются в Берскую центральную городскую больницу. А все заявки сортируются по степени тяжести. Население должно понимать, что в любом случае они смогут дозвониться на 122, и эти звонки до нас дойдут. Хотелось бы попросить прислушиваться к нашим рекомендациям. Даже когда операторы колл-центра говорят о том, что вам не надо обращаться или наоборот надо подойти в поликлинику, что на сегодняшний момент проблемы с выездом к вам на дом, то при температуре 37-37,2 и молодом возрасте действительно надо взять и пойти в поликлинику в красную зону. В первую очередь мы обслуживаем по критериям детей беременных и лиц 60+, с коморбидными состояниями. Это лица с тяжелой какой-то патологией, комплексной патологией. А всем остальным, если это субфибрильная температура или даже фибрильная при отсутствии тяжелых симптомов, мы предлагаем самим прийти в поликлинику. Елена Тоцкая также напомнила горожанам о профилактике – ставить прививки от гриппа. Вакцина начнет действовать со второй недели. В Берске продолжает работать кабинет диспансеризации во второй взрослой поликлинике, а также кабинеты вакцинации.